Профессиональная подготовка педагогов затрагивает и проблемы коммуникации с детьми и их родителями. В Твери исторический парк «Россия. Моя история» распахнул двери для активного родительского и педагогического сообществ. Здесь проходит фестиваль «Ты сможешь и точка», посвященный итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов Тверской области. В лекториях парка для родителей и педагогов прошли различные образовательные программы. В частности, речь шла о профилактике буллинга среди детей. Конфликты между детьми были всегда и во все времена. Однако буллинг — это не разовая стычка, а продолжительная травля ребёнка. Практически каждый подросток так или иначе встречался с такой ситуацией. Позиции агрессора, жертвы или просто стороннего наблюдателя. Достаточно актуальная тема в школах. И очень многие школьники, хотя эта тема рассчитана на учителей и родителей, многие школьники заходят и, как слышат про буллинг, им стало интересно, и они просятся зайти на эту лекцию. У нас сейчас зал полный в связи с этим, потому что школьники интересуются достаточно взрослой проблематикой. И получается, что у нас каждая площадка универсальна, несмотря на то, что под какой-то из контингентов он рассчитан. Встречается несколько видов буллинга. При физическом у ребёнка появляется травма, либо пропадают вещи. Процветает сейчас и кибербуллинг. Как отмечают эксперты, понять, что над ребёнком издеваются, вполне можно. Ребёнок становится менее вовлечённым в жизнь, он не хочет идти в школу, он отказывается туда идти, может быть просит дополнительные деньги. Большая проблема в том, что это замалчивается. Самой жертвой буллинга чаще всего замалчивается. И вот действительно об этом нужно и важно говорить, что есть моменты защиты. Чем больше мы говорим, чем больше вовлечены в эту систему все, и это взрослые, это родители, это школа, это учителя, это администрация школы и сами дети, тем быстрее разрешается этот вопрос. На лекции преподавателям рассказали, как справиться с кризисной ситуацией в конкретных случаях. И помогли смоделировать стратегии поведения при возникновении различных проблем. Специалисты уверены, важно взаимодействие школы, классного руководителя, родителей и ребёнка. Ведь с детьми необходимо общаться. Самое главное, это быть открытым к диалогу. Это не критиковать. Авторитетный и принимающий взрослый, готовый к диалогу без критики. Это очень важно. В принципе, подростковый возраст это про общение. Но общение не, насколько ты в ЕГЭ собираешься сдать и куда поступать, и собрал ли ты портфель. А это про то, что ты чувствуешь, как ты это проживаешь, я могу тебе с этим помочь. Также в этот день для педагогов прошли лекции по диагностике и преодолению кризисного психоэмоционального состояния подростков. И мастер-класс по ораторскому мастерству. А для родителей состоялась лекция по вопросам самоконтроля, стрессовых ситуациях и методикам выхода из них. Субтитры сделал DimaTorzok